всех приветствую вот как бы между делом между работой занимался вот такими вот вариантами это 5 бритв из дамасской стали и занимался до такого состояния что они вот уже сейчас полностью выполнены но не заточены до финиша только подготовленные к заточке почему это произошло я вам сейчас объясню дело в том что я принципе думал что вообще никогда не закончу с ними работу так как на них совершенно нет времени вообще от слова вообще и поэтому затачивать я смотрю что у меня уже опять буду спешить опять что-нибудь на косячу как прошлый раз это было или позапрошлой не помню уже и решил оставить вот в таком состоянии то есть подготовленным и так начнем с этой бритвки с 1 это g10 красная вот так здесь меня не очень-то жарко градусов 14 всего поэтому видите от рук остаются вот эти вот тепловые разводы тоже g10 в клинышке такие вот варианты у меня тут дикий дамаск все бритвы с вогнутостью полная выборка если так уж быть точным как обычно как обычно это шайбы латунные вот этих должно быть видно скольжение опа чуть руку не подцепил да они не заточены но не сейчас вот острые то есть как бы но бриться таким такой заточкой не нельзя еще на просто грубо грубо то есть уголки сведены так чтобы за . не было вечностью как бы вот так вот изначально вот вот эта насечка была сделана то есть еще до того как бритва была закалена у всех остальных бритв она была сделана после термообработки поэтому разница большая в этом смысле если кто-то понимает то поймет не все такие вот тоненьким лепестком сейчас покажу что такое тоненький лепесток что такое полная выборка вот это как раз такие бритвы у нас на сегодня наверное вот так как показывать вот у некоторых вот головка зеркальная у некоторых не зеркальная надеюсь мне удастся показать вам итак эта бритвка первое вторая выборка у всех одинаковая полная также дикий дамаск и также повторюсь еще у всех предварительные просто шибли на кромках грубо их нужно затачивать их нужно доводить до состояния которым она насчет брить это за . g10 да не показал g10 g10 оправа это упругая упругая долговечная не который не боится ни царапин нет ни воды там ни жары ни холода ничего она не боится это g10 то есть это как бы американский стеклопластик и поэтому ему все равно наверно слышите это звонкие бритвы в процессе производства не дошли до финиша две бритвы не дошли потому что это дамаск дамаск не так и просто выпускать потому что его нужно травить и во время протравы у некоторых примеров по краям то есть оно получилось что уже насквозь то есть они настолько тонкие вот эти вот лепесточки полотно правильно назвать слева то то есть протрава их протравила на сквозняка и поэтому две бритвы не получились совершенно и я их где-то тут он бросил не знаю также G10 также дикий дамаск здесь как высоко заскочил из этой грубой заточки при заточке на камне вот эта вот кромка она загружается она не будет такой широкой также G10 G10 и также также полная выборка так показываю ну думаю будет видно наверное такие не тяжелые бритвы вот у этих а сложил я тебе не сложил размер на глаз говорю вот этих трех бритв 6 восьмых вот это близкое 6 восьмых но скорее всего это 5 восьмых будет все таки тут уже оправа стабилизированная корейская береза да клинышек если его будет видно не знаю не все тоненькие клинья G10 потому что тут другой клин гуляет его нельзя устанавливать какой-то такой вот из другого материала надо из жесткого плотного то есть G10 подошел для клинышка идеально дамаск также многослойный но не дикий уже с таким рваным рисуночком сделал но сделал я его давно еще где-то как давно в начале года этого заготовки представляете вот к концу года только я еще выдаю вам вот можно сказать готовые изделия то есть целый практически год они плавно плавно изготавливались по мере возможности по мере просветов каких-то у меня в работе с маленьким хвостиком то есть это вот так выглядит так наверное будет видно также легонькая оправа легонькая прям совершенно даже вам сейчас покажу где вот здесь вот находится центр тяжести то есть вот тут на Эрл это очень удобно когда ее вертите в руке при правке при работе очень хорошо вертится легко это ну то есть так должно быть в принципе так должно быть также полная выборка тончайший лепесток вот так наверное нужно показывать чтобы как-то попасть вообще в эту резкость макросъемку у меня тут что-то не совсем мой конек на видео вот она не такая звенючая потому что у нее уже лепесток чуть-чуть меньше ширины чем у тех экземпляров цепляется еще раз повторюсь что кромка у всех не будет такой вот как сейчас по ширине она будет уже после заточки этот укороченный вариант укороченный вариант который убрался тоже с полной выборкой убрался в этот размер вот вот то есть рога у меня потому что рога нет уже длинного вот так хорошо слышно вот а тут натуральный черный рог клинышек также натуральный тот же самый черный рог вот то есть шаркается вот этим местом и этим же местом запирается вот тут вот эрлом хоп и все она уже никуда вот так вытаскиваете она же видите шваркается по этому месту вот коротенький вариант что здесь коротенький сейчас я покажу вам еще насечку везде также латунные шейбы коротенький вариант это вот так вот выглядит я знаю что очень много любителей коротких вариантов камера совершенно не хочет вот эти вот видите даже структуру рога видно и вот так вот у нас на сегодня пять оставшихся в живых экземпляров так как я вам еще раз повторюсь два вышло из этого соревнования на выживание так сказать и вот вывешиваю на сайте сегодня они будут доступны для заказа цена будет естественно снижена из того что нет финишной заточки но так как заточка финишная стоит в среднем всегда у всех где-то полторы тысячи я снижу тысячи на три с запасом как говорится еще за заботой вам еще полторы тысячи срезаю в ценнике думаю что это будет неплохой вариант для того чтобы человек не расстроился что например там переплатил за незаточенную бритву а потом побежал затачивать нет я вам оплачиваю получается двойную даже за точку ну надеюсь что это не последние еще варианты и может быть что-то я когда-нибудь еще и выдам вашему вниманию а на этом все встречайте пять новых эземпляров и до новых надеюсь встреч встреч до новых встреч конец любит